Виктор Шендерович Ars longa vita brevis est Сирич «Искусство вечно, жизнь коротка» Посвящается Дмитрию Быкову, а читает для вас Артем Назаров Много еще неизвестных страниц нашей истории ждут своего часа. Например, вскоре после ареста Временного правительства комиссар Антонов-Овсеенко послал двух бойцов, матроса и солдата, сделать опись народного имущества, награбленного царизмом и утащенного им от простых людей в Зимний дворец. Матрос и солдат перекурили, что успел запечатлеть случайно находившийся там же художник Владимир Серов, и пошли делать опись. По вине царизма, жизнь их сложилась так, что ни писать, ни читать, ни сколько-нибудь прилично себя вести ни матрос, ни солдат не умели. Поэтому, постреляв по зеркалам и поплевав с парадной лестницы на дальность, они начали делать опись по памяти. «Значит, так», — сказал матрос, бывший за старшего, — «запоминай». Он внимательно рассмотрел Афину Палладу, стоявшую неподалеку от последнего плевка, и с чувством сказал «Сука!» «Запомнил», — сообщил солдат. «Я тебе запомню», — пообещал матрос. Он постоял, почесал свою небольшую, но смышленую голову и сказал так. «Голая тетка с копьем и в каске!» Затем повернулся и ткнул пальцем в бюст Юлия Цезаря. «Верхняя часть плешивого мужика!» И они пошли дальше. Матрос тыкал пальцем, а солдат Бармача запоминал все новое, утаенное от народа произведение искусства. «Голая тетка с копьем и в каске!» — шептал он. «Верхняя часть плешивого мужика!» «Баба с титьками!» «Пацан с крыльями!» «Голый с рогами...» «Щупает девку!» Этот «с рогами» так поразил солдатика, что он забыл все, что было до этого, и они пошли обратно к Афине, и солдат забормотал все сначала. Как известно, если у каждого экспоната в Эрмитаже останавливаться по одной минуте, то на волю выйдешь только через восемь лет, а если от каждой голой тетки возвращаться к предыдущим, лучше не жить вообще. В последний раз их видели накануне 60-летия Великого Октября. Совершенно седой матрос и абсолютно лысый солдат, укрывшись останками бушлата, спали под всемирно известной скульптурой «Мужик в железяке на лошади». Все эти годы, не выходя из зимнего, они продолжали выполнять приказ комиссара, давно и бесследно сгинувшего на одном из причудливых поворотов генеральной линии партии. Они ничего не знали об этих поворотах, ни фамилия Сталин, ни словосочетание «пятилетний план» ничего не говорили им. У них было свое дело, за которое они жизнью отвечали перед мировым пролетариатом. Служительницы кормили их коржиками, посетители принимали за артистов Ленфильма, иностранцы, скаля зубы, фотографировались в обнимку, лежа под лошадиным брюхом. Солдат, как молитву, бормотал во сне содержание прошедших десятилетий. Матрос улыбался беззубым ртом. Ему с сорок седьмого года каждую ночь снилась одна и та же жертва царизма. Голая девка без обеих рук. Они были счастливы. Если вы до сих пор слушаете, то, наверное, вам нравится. А значит, самое время поставить лайк, подписаться или сделать еще что-нибудь хорошее. Помните, ваши лайки, комментарии, подписки, суперподписки очень важны для меня. Спасибо.